я варю кашку приготовила сумки будем кушать ням ням будем кушать да скажи всем привет всем привет лук я уже порезала не такой вот пакетик в обычный сложила вот таким вот тонким тонким слоем и в морозилку заморожен почему очень удобно тонким слоем вы всегда можете отломать ничего не нужно будет ковырять там ножом просто отломали все это очень удобно поэтому тонким слоем в морозилку так девочки я буду сейчас завтракать я себе еще сделаю кофе знаете раньше я завтракала с мальчиками утром сейчас как-то как-то нет кофе в общем я утром пью потому что я просыпаюсь я кушать не хочу получается с ними завтракаю и что ела что не ела мне там через час опять хочется кушать поэтому я решила что не буду себе силовать поэтому буду кушать тогда когда я хочу в общем делаю себе сейчас кофе и не сделать себе вот такой вот ролл я вам сейчас покажу такой гигантский ролл взяла просто в лаваш у меня там что у меня там сыр помидор и зеленый салат листья салата в общем все это дело я просто сложила даже ничем не смазывала ничего просто на горячую сковородку то у меня поджарился я сейчас буду с кофе его кушать а а а а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите, красота. Так, девочки, я готовлю. Я готовлю гуляш. Я его не очень люблю, но бадан у меня есть, поэтому я его готовлю. Здесь у меня морковка, лук, перец красный и помидор. Делаю без томата, с красными помидорами, с красным перцем. Вот это вот идет у меня перец с заморозки. Это мне мама привозила со своей дачи. Вот, поэтому, девочки, очень удобно замораживать летом, когда перец недорогой. Это очень удобно, поэтому пользуйтесь. Ну, это на самом деле удобно. Вы порезали, достали, отломили. Очень вкусно пахнет. И остался у меня кусочек свинины. Сделаю потом еще отбивные. Так, мясо я быстренько отбила. Сейчас я его просто в тарелочку положу и все. И поставлю в холодильник. Перед тем, как жарить, посолю, поперчу и буду жарить в планировке. Ну, яйцо и мука. Все. И вот на ужин, чтобы или уже, чтобы сейчас сразу все сделать, всю грязную работу, чтобы потом уже перед ужином просто пожарить и все. Девочки, готовлю все параллельно. Гуляш у меня практически готов. Добавила немножко зелени. У меня была индейка. Я сделала тевтельки с индейки. И вот такие тевтельки. Сейчас фрикадельки, просто мясо буду замораживать в супчик. Ну, тут у меня, видите, без помощи я не могу. Сейчас буду заливку делать для тевтелек. Целый день готовка у меня сегодня. Давно я так не готовила. Много. Но в основном, знаете, так удобно готовить. Много перед выходными, чтобы на выходных не париться. Но у меня сегодня уже холодильник пустой, поэтому еще остались отбивные. Не знаю, либо я сегодня их приготовлю, либо уже завтра они у меня стоят в холодильнике. Сейчас сварю макарошки. И у нас уже будут готовы. Еще, знаете, что я хочу приготовить окрошку. Уже сто лет не готовила. Вот такую маленькую кастрюльку, наверное, завтра сделаю. Буквально совсем чуть-чуть, буквально там на пару раз кушать и все. Потому что я ее люблю, но не люблю ее готовить. Вообще, я люблю, когда кто-то готов. Я уже говорила об этом. Так, ладно, буду варить макарошки. Так, в запасах у нас вот такие макароны, вот такие перья и вермишельку. Наверное, вот эти вот маленькие сделаю. Вкусненькие они мне очень нравятся. Так, кушать приготовила. Плита, видите, грязная. Сейчас я помою. Решетки я просто, наверное, протру или в мыльной воде. А вообще, вот мне вы советовали мыть посудомойки. Я периодически их мою в посудомойке. Сейчас уже не буду сегодня. А так вот сейчас быстренько промою плиту. Гейзер наш уже старичок. Он, видите, не отмывается. Он такой... Что-то начинает уже выделываться. Ему уже лет. Я даже не знаю уже сколько. Все, ладно. Буду мыть. Девочки, я вам уже показывала. Мою я вот такие вот сив-кремы. Мне он очень нравится. Ничего он не царапает. Спрашивайте по поводу моей варочной поверхности. Мне она нравится. Единственное, что решетки чугун. Мы когда покупали, я смотрела эмалированную, но не было. Вот, поэтому... Лучше, конечно, брать эмалированную, не лучшему. Все, у меня чугун. Вот, поэтому... Сейчас выбираем вот эту вот... Тут вот грязь. Крошечки. Крошечки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimyTorzok Так что кто думает и хочет бюджетно купить Вот пожалуйста Икеа Очень удобно мне очень нравится Правда они хорошо моются протираются Опять же Здесь просто пластиковым и протерли Подушки сняли Потому что помните у нас в квартире были такие Обычные вот стулья Вот это вот мягкое Сядушка была Но сидушка все время тоже куда то постоянно туда сюда поднималась И вот эти мягкие которые были белые Я их постоянно, сидушки эти, я их постоянно протирала. Маленькие дети, когда кушают, то проливают, то еще что-то, а это вообще протер и все. Поэтому, кто думает, то еще сомневается, не сомневайтесь. У нас кое-кто начал сам кушать, да, Сонь? Она и свое кушает, и мама, она сегодня... Вот такая ты красивая, садись нормально, садись. Видите, ложку забирает и сама пытается кушать. Всем привет, ребята. Кстати, я хотела вам сказать, вы просите писать даты, когда я выпускаю видео. Знаете, в основном видео идут с задержкой в один день. Бывают такие, вот как это, например, видео, состоит из двух дней. Поэтому смысла, мне кажется, ставить даты нет, потому что в основном идет с задержкой в один день. Я пытаюсь сразу же монтировать. Сонь. И еще хочу по свободе. Вы уже меня просили много раз, и мне просто не хватает на это времени сделать какой-то плейлист с рецептами. В основном у меня все рецепты во влоге, да, я отдельные видео не делаю. Что такое? Ты моя актриса. Да, иди. В основном все во влогах, поэтому я как-нибудь займусь и сделаю обязательно какой-то отдельный плейлист, чтобы вам было удобно искать мои рецепты. Потому что я как бы ставлю хэштеги, но не всегда по ним можно найти. Я не знаю, почему, с чем это связано. Поэтому, девочки, я обязательно это сделаю по возможности. А сейчас у нас такое я задела. В общем, у нас в зале вот такой вот бардак. Так как София играет всегда в зале на второй этаж, мы только там спим, и это Димкина комната, поэтому у нас игрушки все здесь. В общем, я решила все игрушки достать с манежа. У нас такие вот, видите, Димкины, Димки заказывала, такие мешки. Один мешок порвался, они с Соней играли, в общем, порвали. И я хочу все это дело сейчас организовать каким-то образом, потому что я думала вот сюда вот поставить какой-то тоже киевский стеллаж, но пока не вижу в этом смысла. Ну, наверное, может быть, Димкин спустим. Ну, в общем, пока так. В общем, игрушки в зале, и должен быть порядок. С манежа я все убрала. Поставила, чтобы Соня не ходила. И у нас еще вот такой вот ящик есть, видите, у нас здесь все тоже спрятано, потому что она к торшеру лезет. Очень опасно. Она уже один раз его уронила, он у нас там весь треснутый. И, ну, в общем, я боюсь, поэтому мы все это дело заставляем. В общем, мне нужно каким-то образом организовать игрушки. У нас один такой ящик, больше нету. Есть у Димки, но они тоже забитые. Поэтому мне надо каким-то образом все это... Все как бы нужно, всем она играется. Может быть, какие-то игрушки я спрячу, уберу. И буду ей периодически доставать. В общем, не знаю, посмотрим сейчас. Все, навела я порядок. Мне это заняло буквально где-то 10 минут. Большой ящик. Тут у нас всякие развивашки. Все, что было, все я сюда сложила. Так-то вот отдельно. Это мы сейчас занимаемся кубики, ведерки. Она складывает пирамидку. От пирамидки одну штуку. Я не знаю, куда делим. Мишель вчера схватила, утащила. Вон, погрызла. Кошмар. Я ее сегодня помыла. Все. Лялечки. Ну, она не играет. Мелкие такие всякие игрушечки. Сюда сложила книжки, которые мы сейчас читаем. Мишель. Смотрите, тащит. Вы представляете? Ну, все игрушки тащит. Сонка вон ходит. Дед с бабой привезли такие штуки. Как они там? Маракасы. И она тут ходит, играет. Так, это тоже. Это такие ходунки. Вот. Димке дарили. Пресные Димке дарили. Сейчас вот Сонька с ними тоже ходит, играет. Вот всякие тоже развивающие. Хорошая штука. И, в общем, так. И ящик с мягкими игрушками. С этими кубиками. Она пока еще не особо к ним. Видите, Димкины игрушки. Ну, второй ребенок. А что вы хотели? Все плюшки были Димчику. Сейчас. Сонеча с такой. Тоже все. Ну, все. Порядок. Сейчас я это все дело поставлю в зале, чтобы был порядок. И все. Заинтересовалась. Да. Молодец. Я, кстати, сделала заказ. У нас внутри котажа скоро должна прийти посылка. И заказала. Я Димке заказывала трусики неплохие. И заказала Соньке трусики. Ну, там, правда, размер от нуля до трех. Как-то вот такой вот прям промежуток большой. Не знаю. И еще тоже заказала с другого сайта. И трусики, маечки на лето. Буду потихонечку уже, наверное, снимать подгузники. Приучать, не приучать горшку я еще не знаю. Потому что она вообще еще не понимает. Я ее сажу на горшок. Она даже ножками, ну, так, не особо до пола достает. Поэтому, вот. Насчет подгузников пока ничего не знаю. Будем смотреть по ситуации. Вот. Но думаю, ковер, наверное, скоро буду этот сворачивать. И уже просто подгузник, что жарко. Вот что. Потому что лето, хочется, чтобы попа дышала. Вот. Поэтому, ну, будем, в общем, смотреть. Ковер, наверное, будем скручивать. Ну, чуть-чуть попозже. Еще такой пол, знаете, еще. Ночью еще холодно, кстати. Вот вечером мы одеваемся, прям кофту одеваем. Потому что вечером, ночью прям прохладно. Вот. Пошла. Видите, я убрала. И она пошла сразу туда, да, Соня? Девочки, делаю ленивые вареники. Замесила уже тесто. Рецепт ленивых вареников я оставлю внизу в описании. У меня где-то есть видео этих вареников. Но уже не будем повторять, наверное. Тесто замесила. Буду сейчас быстренько раскатать колбаску. Порежу. И подготовила две дощечки. Сразу их выложу. И в морозилку сразу два. Делаю двойную дозу на полкилограмма творога. Потому что на 250 грамм нам уже маловато. Вот. Поэтому сейчас все это дело в морозилку закину. И на несколько... Ну, нам покушать, я не знаю, на раз, на полтора раза. В общем, чтобы был у меня запасик. Субтитры сделал DimaTorzok О, какое производство у меня получилось. Оп. Дети будут в восторге. Соня тоже их ест. Я даю ей немножко. Она так прям тоже любит. Димка очень любит. Так что, девочки, рецепт будет внизу в описании. Ну, вы видели, как я готовлю. Рецептик я вам напишу обязательно. Знаю, что вам будет полезно. Тем более выходные. Можно будет побаловать своих домашних. Да и самим полакомиться. Смотрите, дождь пошел. Гляньте, какие капли большие. Вообще. Ой, вообще люблю такую погоду. Особенно дома сидеть и кушать что-нибудь вкусненькое. Девочки, вот я достала вареники. Они у меня полежали. Хорошо. Вот доску, если немножко мукой притрусить, они хорошо отходят. В общем, у меня получилось два таких пакетика. Видите? Вот все на два раза. Вот тут полкилограмма творога. На два раза как раз будут у нас два завтрака. Очень удобно. Заготовки это, конечно, очень удобно, девочки. Сырники тоже удобно делать. Блинчики про запас. Так что? Блинчики приготовили, что ли? Нет, вареники ленивые. Ленивчики на завтрак, на завтрак. Будем кушать? Мама, ты будешь мне молочек? Какой? Ну что, ребята, уже вечер. Я вам включила чайник на заднем плане. Уже буду сейчас с Соньки готовить смесь. Буду на этом с вами прощаться. Мы съездили за продуктами. Уже не стала показывать, потому что в прошлый раз показывала. Кстати, напишите, интересно вам такие видео закупка продуктов? Мы закупаемся где-то на неделю. В середине недели, естественно, то, что мы закупаем. Но в основном как бы на неделю такую основную закупочку делаем. Поэтому, если вам интересно, напишите. Хотя, в принципе, у нас стандартный набор. То есть ничего интересного, ничего такого, знаете, вкусненького. Ну, вкусненькое покупаем, но в основном как бы все одинаково. В общем, напишите внизу, мне будет очень интересно. Все, буду с вами прощаться. Спасибо, что были еще один день с нами. Спасибо за комментарии. Очень приятно. Напишите, подписывайтесь в инстаграм. Хороших выходных. Отдохните. Всем пока-пока.